всем привет мои хорошие с вами геймери и сегодня как вы думаете что мы будем делать правильно мы сегодня будем кушать да и кушать мы будем азербайджанскую гюльца это что-то вроде грузинских нигали впрочем недавно было такое видео на моем канале я решила опять заснять просто потому что в холодильнике лежали они говорили айка давай съешь меня съешь я говорила им у меня было недавно подобное видео подождите пару недель они мне сказали ты что давай айка начинай нас кушать я значит посыпала барбарисами кушать буду при помощи вот таких вот палочек мне так удобнее и причем они не разваливаются в таком случае очень удобно так приступаем они достаточно горячие я надеюсь что я не обожгусь начинаем вот с этого макаем значит в мацони такой кефир и он немножечко с чесноком я люблю чеснок во всех его проявлениях во всех блюдах очень люблю несмотря на то что как-то к луку отношусь скептически как же вкусно рецепт я вам оставлю в инфобоксе переходите и обязательно готовьте у меня еще два у меня ребят заела песня клавы коки мне вообще она очень нравится и вот эту вот песня я сделала больно и покинула чат 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 у меня прям заела я целыми днями просто ее слушаю я считаю что в наше время есть у тебя есть харизма есть у тебя есть талант без продюсера без всего этого можно прославиться просто при помощи ютуба ты выкладываешь свой ролик свою песню люди смотрят у людей это заедает ты становишься известным а раньше все было намного сложнее как в тему здесь барбарис если будете готовить обязательно посыпьте сверху придает знаете такую кислинку это просто что-то чем-то я сегодня в белой блузочки медитирую типа я ходила на работу вот вкусно тихо 20 штук по моему я уверена что я съем потому что для меня обычная порция я дело как там вот эту вот рубашечку и мама мне такая сразу говорит все подумают что ты ходила на работу закидают тебя камнями карантин а ты идешь на работу я говорю да нет почему нельзя просто здесь какую-то рубашку на каждый день просто дома то мы естественно так не хожу просто для видео вынарядилась накрасилась не знаю зализанные волосы сделала который мне очень нравится если не делать вот такой вот перчисон так скажем я буду просто одуванчик знаете чего я боюсь больше всего что у меня закончится тональная основа у меня много косметики но почему-то все это тени либо румяна либо хайлайтеры а вот действительно нужные продукты которые каждый день использую такие как тушь тональная основа их я не покупаю и не складирую вот иногда я боюсь что это у меня закончится как я буду снимать видео без тональной основы тональная основа это просто основа всего к сожалению у нас закрыты все косметические магазины открыты только продуктовые и поэтому я могу остаться без косметуса как же это вкусно ребята просто как же это вкусно именно за счет того что внутри здесь как раз таки обжаренное мясо и оно придает особый такой вкус не похоже на пельмени не похоже на вареники или на манты совершенно просто иной вкус который мне очень нравится так вот иди ко мне я сказал куда-то одна из моих подписчиков по последним видео ее комментарии кстати много кто залайкал она попросила рассказать меня про мои школьные годы у меня такое ощущение что это было вообще 200 лет назад хотя мои школьные годы были пять лет назад когда мы заканчивали школу был последний звонок и все такое все учителя говорили вот вы сейчас радуетесь ой а потом как вы будете скучать по этим школьным годом ведь их невозможно вернуть назад я такая думала неужели вот я не верила в это а сейчас прошло уже пять лет после того как я закончила школу и я ни разу вот ни разу не было такого что ой вернуть по мои школьные годы я наоборот думаю закончилась слава богу просто наверное потому что мне как то знаете особо таких супер друзей классной компании не было поэтому может я так считаю вообще последние годы в школе это вообще были ужасные я почти туда не ходила я помню приходишь домой садишься за компьютер за sims и тут мама такая вот поступишь будешь играть в sims иди возьми книгу читаю я говорю ну мам я почитала она говорит нет повтори это постоянно нужно делать видимость что ты учишься хотя если даже ты все сделал все повторил уже надоело тебе это все нужно постоянно делать вид что ты учишь два года я ходила по шести репетиторам и каждый репетитор он жил непонятно где пока дойдешь до него в общем ты устал уже когда ходишь к репетиторам вот и уже вот в таком состоянии не то что уроки учить тебе просто ничего не хочется тебе хочется прийти к учителю и лечь спать там я помню когда я ехала на экзамен мой двоюродный брат меня отвозил на экзамен когда решалась моя судьба поступлю я или нет в россии это егэ но у нас это немножко по другому короче все экзамены в один день вот я была настолько знаете на позитиве мой двоюродный брат мне говорит либо говорит ты на сто процентов уверена во всем и ты просто знаешь что ты наберешь все семьсот баллов либо это синдром двоечника ты ничего не знаешь и тебе не на что надеяться поэтому ты просто на позитиве и как вы думаете был синдром двоечника честно я поступила в универ только из-за математики я очень хорошо всегда знала математику и мне нравился этот предмет обожала просто можно было одну формулу выучить и решать сотни примеров не то что историю учить и года все запоминай все имена друг на друга похожи ой в общем я поступила в универ просто за счет того что я знала хорошо математику и спасибо математике я почти ну не знаю у меня были предметы по которым у меня было просто ноль двойка двойка но я поступила и как вы думаете какой это предмет был это был русский язык мне вообще всегда языки даются очень трудно но из-за того что у меня по математике были такие высокие баллы я поступила по математике еще по какому предмету у меня были хорошие баллы география география еще хорошая а у меня получается так что у меня главные профильные предметы это математика и география потому что я хотела поступить в экономический и получается что они мне давали максимальные баллы и поэтому я с легкостью поступила то есть не то чтобы с легкостью но кое-как выкарабкалась и поступила то есть эти нули никак не подействовали на то что я поступила вот я поступила на платный обучение стоило дорого 3000 долларов на то время по моему я помню что как сейчас помню я была на олимляре оттуда ехала домой на метро тут мне на телефон пришла смс не помню ватсапе или просто смс наверное все таки ватсапе потому что мы регистрировались с этим номером и получается что мне пришла смс что поздравляем вы поступили в западный универ на факультет менеджмент вот форма обучения очная и что то еще какая то информация была я настолько сильно обрадовалась не знаю рассказали всем родственникам когда родственники узнали сколько у меня оплата за год они так посмотрели на нас и подумали чего ж вы радуетесь то подумаешь ну или меня это было прям нечто вот даже если вспоминать университетские годы я опять же не жалею что они закончились не надо готовиться к экзаменам не надо париться что вот срез не знаю семинар иногда когда меня спрашивают не хочешь ты поступить в магистратуру я говорю нет и не захочу потому что мне надоело учиться сколько можно учиться я уже 15 лет проучилась достаточно 15 лет своей жизни я училась я еще хочу что в садик не ходила в общем как то так было нереально вкусно если вам понравилось это видео то обязательно ставьте лайки подписывайтесь на мой канал также обязательно переходите в инфобоксе на iCook и смотрите рецепт этого замечательного блюда с вами Блайка Эмили всем пока субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok